Объясните мне пожалуйста, господа сидя, вот вы инстаграм, объясните мне пожалуйста, по какой причине мы в 21 веке, вы сделали на своей платформе прямой эфир, возможность людям общаться, выражать свои мысли какие-то, доносить какую-то информацию, но при входящем любом звонке на ватсап или на обычный телефон пропадает звук в прямом эфире. Ну вы кончены, ну доработайте эти моменты, ну епарасоте вас за ногу, ну ядрен батон, а ребят, все хвалитесь, что вы крутые, инстаграм, говно вы на палке, елки-палки, говно вы на палке, елки-палки, я блять нашел в лесу лесу, я за хвост ее несу, я наделаю на палку позабавить мамку, инстаграм разберитесь блин, опять вот мне позвонили, опять у меня сорвался эфир прямой, только люди набираются, только приходят люди, только начинаешь раскрываться, только про любовь к дочери, на нас тебе. Вот и все, привет, Женечка, привет, Амиронова. Вот сейчас сижу с вами, мне приходит сообщение от дедушки, ну от отца, сварил дочке куриный супчик вкусненький, внучке, ну вот понимаете, вот счастье, вы спрашиваете, это у тебя звука нет, да нет, у меня пропадает звук, у меня только какой-то идет звонок, все, звук пропадает, вы меня не будете слышать, вот вы, я продолжение темы, вы говорите за любовь, 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 Женя, что такое любовь, вот я вам скажу, что такое, вот я вот испытываю любовь, вот сейчас я живу, вот у меня Митя есть сын, у меня есть дочь, вот это настоящее, чистое, светлое, без какой-либо корысти, вот это настоящая любовь, понимаете? У кого нет деток, дай бог вам детей, чтобы вы испытали вот это чувство, любовь к мужчине, любовь к женщине, любовь к природе, любовь к друзьям, любовь к автомобилю, любовь к каким-то материальным вещам, это все такая ерунда вообще, по сравнению с тем, что такое любовь к детям, понимаете? Это не проходит никогда, с каждым днем вы влюбляетесь все больше и больше в своих детей, с каждым днем. У Саши остались родственники, у нее бабушка в Луганске живет, у Саши, а что разве между супругами не может быть, бывает же случаи сильной любви, да хватит тебя что ли, не сравнивает, ради бога, пожалуйста, это ерунду, любовь между мужчиной и женщиной, любовь к детям, ну даже не пишу тут чушь, пожалуйста, ну вот не пиши блевать ню эту, не пиши, как можно блевать ню эту сравнить с любовью к детям? Любовь мужчины и женщины, это, а, это не любовь, это страсть, это чистая химия, вы сегодня друг друга хотите, у него на тебя стоит, вы друг друга любите, завтра у него на тебя не стоит, ты его уже не хочешь, куда любовь ваша делать, а? А где же любовь, блядь, была же любовь, а любовь к детям, она с первой секунды до последнего вашего вздоха будет. Как можно сравнивать вообще Животный инстинкт вот этот С этим высшим просто Чувством Любовь к детям Не ставьте вообще на один уровень Это все Это небо и земля просто Любовь мужчин и женщин и к детям Ты что вообще Кого ждешь Никого просто с вами общаюсь Я хочу чтобы сын был ближе к отцу А у нас не так Но вы не можете ничего с этим делать От того что вы хотите от этого ничего не поменяется Это должно щелкнуть что-то у вашего сына Или у отца вашего ребенка Здесь оно либо есть либо его нет Невозможно заставить отца любить своих детей Невозможно заставить Он либо их любит либо он их не любит Все варианта нет У меня чуть-чуть У меня абстрагировано У меня по другому эти чувства развиты К своим детям Я фанат своим детям Это все Это вот все что есть Муж должен быть на первом месте Ну хорошо Молодец Слушай У всех в семье по-разному У всех в семье Если рассуждать Как рассуждают сексологи Психотерапевты Вообще Семейные психологи Они конечно же Все в один голос утверждают Что Муж это на первом месте у женщины На втором месте дети Там на третьем месте уже Друзья, работа, подруги Ну и все там вместе Муж на первом месте Ради бога Это же ну Никто же не против Вы Это ваш огород Слушайте Используйте тяпку Как хотите В своем огороде На своем огороде Жень, война вроде началась В Донецке Но она как-то вроде Не заканчивалась По-моему, нет? В четырнадцатом году Все началось Уже как Восемь лет Ребят, я не хочу Разговаривать о войне Правда Не хочу разговаривать Я вот Как можно вообще Сравнивать любовь к детям И к жене и мужу Это разные Вот еще одни проснулись Да Ну поэтому Что там в Донецке Ребят, я не знаю Что там в Донецке Пожалуйста Я вам не Не новостная лента вам Я не ютуб канал вам Я не первый федеральный Не второй Россия канал На котором целыми днями Рассказывают о том Какие мы все хорошие И какие все конченые Вокруг нас Это не я Мои золотые Если вы хотите получить Какую-то информацию Связанную с Донецком Луганской областью С Киевом Украиной Львовом Россией Пожалуйста Есть большое количество Число средств массовых информаций Обращайтесь туда Читайте Смотрите Все Не ко мне Пожалуйста Я не владею этой информацией Я не хочу об этом думать Я не хочу об этом разговаривать Хорошо Я хочу думать О мире О любви Вот о чем я хочу думать Мне не надо спрашивать Про это С Андреем Черкасовым Мы не общаемся Сколько можно про это писать Есть такая сильная любовь У отцов к детям То не бросали бы детей И не прекращали бы общение Зато новую жену любят Дети вырастут И покинут гнездышко А рядом будет муж Ребята По поводу того Что дети покинут гнездышко Смотрите Я живу сейчас И сегодня Вот я сегодня Живу в любви Я любим И есть кого любить Я вот хочу так жить Я не хочу думать о том Что когда-то моя дочь Конечно же Когда-то вырастет Когда-то найдет Стретит мужчину Заведет свою семью И уйдет И все Но это будет потом А сегодня Я хочу наслаждаться тем Что сегодня Мне Господь Бог дарит Хорошо Не откладывая это на завтра И не думая о том Что потом все это Блядь закончится Мне плевать Сейчас мне хорошо И все Я от этого беру От сегодняшнего дня Буду брать все По максимуму Имея право на это Поэтому вот эти вот Сообщения Которые вы пишете А потом Они когда-то Завтра Это завтра Мы Вернемся к этому вопросу Сегодня вот так Тут что Сбор плачущих мамаш Я не знаю Что здесь происходит Здравствуй Женя Очень вас обожаю Спасибо огромное Я вас тоже У вас Саша развод был Она уже собрала документы Сейчас разведемся Спасибо что интересует Давайте курим по сигаретке И сматываемся Пойду Сашке ехать надо Она попросила Смотрите набрал Еды себе Блинчики взял себе Вкусные Пюре с котлеткой Взял себе Вкусные Салатик взял Кипалки Часто куришь Хорошо буду реже Женя До какого города летите Рост и вес Какой тебе Женя Я 186 см Вес Сейчас 77 кг 77 кг Сам не готовишь Да готовлю Денис Ну просто Когда есть Вот Ну Возможность Ну Зачем готовить Когда он Взял И подогрел И съел Усма Про Я же тебе написал 186 см Рост у меня Ты готов к разводу А к нему что Люди готовятся Мне кажется Он происходит И все К нему надо готовиться Брошу пить Курить Сейчас Ладно мои золотые Давайте вам Хорошего дня Берегите себя Пусть у вас все Будет хорошо Мира вам Все Самого Самого Наилучшего Давайте Хорошего дня Субтитры сделал DimaTorzok